Воскресная школа при Святой Екатерининском мужском монастыре существует не так давно, но пользуется все большим интересом у детей. Две парты, шесть стульев, школьная доска и шесть учебников. Таким было начало. Сейчас в школе несколько возрастных групп от 3 до 15 лет и много предметов обучения. Слово нашему корреспонденту Людмиле Медведевой. Воскресная школа при Святой Екатерининском мужском монастыре существует с 2006 года. Первый год обучения посещали 12 детей. Ютились в одном помещении. Сейчас, по благословению настоятеля монастыря Владыки Тихона, ребятишкам отдано целое здание с несколькими классами. У нас уже большой педагогический коллектив, очень творческих людей, глубоко верующих, которые все свои знания, весь свой опыт передают детям. Учащиеся школы разделены на три возрастные группы. Обучение в каждой проходит по соответствующей программе. Сейчас мы ведем урок закона Божьего с детьми, объясняем им основы веры, священного писания. Ну и также они задают свои вопросы, которые их интересуют. Наиболее задаваемый вопрос – это о том, кто такой Бог. Они интересуются всегда, большинство спрашивает, объяснить им, кто это, как понять Святую Троицу. Мне он очень интересен, потому что все законы Божьи объясняют на этом уроке. А может быть, ты уже сможешь сказать, какой самый главный закон? Самый главный закон – это слушаться родителей. Ребятам очень интересен урок церковно-славянского языка. Второй год его преподает иеродиакон Лаврентий. На этих занятиях учащиеся не только изучают древнюю грамоту, но и жизни святых. В воскресной школе большей частью мы детям даём, ну и знания, конечно, но в большей части научаем самих детей, чтобы они были достойными прихожанами нашего храма, монастырей, были достойными православными христианами. Я хожу в воскресную школу, мне очень нравится в неё ходить. Я узнаю много про церковь, узнаю, что такое Бог, что такое ангел, кто создал наш мир. Путь к вере – так именуется воскресная школа при монастыре. Ребята вместе с преподавателями придумали и символичные названия своим группам – «Росточки», «Кораблики» и «Зёрнышки». Из зёрнышек вырастают росточки нашей благодатной веры. А «Кораблики» – это те, кто отправляется в дальнее путешествие, в страну знаний, в мир Божий. Ребята после воскресной службы в школе занимаются несколько часов. Чтобы подкрепиться, владыка Тихон благословил для них обеденную трапезу, а вечером – сладкий чай. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Наталья Буслаева, Видное ТВ.